Сегодня у нас престольный праздник в честь святого священномучленника Антимы Некомедисова. Конечно, священное писание — все Бога духовновенно и полезно для научения. Но в моей задаче всегда стояло главное, чтобы люди узнали, что говорит нам Бог. Я не обладаю никаким специальным богословским образованием, красноречием, просто открываю Слово Божие, чтобы, если у человека есть желание, он дома мог открыть и расширенно все это просчитать. И так получается, что у Антимы Некомедисова была огромная община, 32 тысячи прихожан в городе Некомедии, это столичный город. Ясно, что он проповедовал. Я поставил задачу пройти апостольскими стопами, мысленно. Как они приобретали людей, как они сумели заквасить весь мир. И мне всегда припоминаются слова Иоанна Бутовуса. Он говорит, если 11 апостолов сумели заквасить весь мир, потому что Слово Божие и христиане являются закваской божественной, то насколько худы мы, если нас так много в Константинополе, и город все еще бежит на ресталище в Курмске, языческими играми занимаются, безбожество просветает. А там уже вынеси самому себе уже прибыло. Насколько худы мы, если мы не поймем, что церковь для того на земле оставлена, чтобы больных врачевать, она есть в гостинице. И она на каждый день подкладывает нам пищу, лекарства. Я не думаю, никто не знает, даже преподаватели духовных академиков, Соболиновичево, огромная книга, более тысячи страниц. Кто же нас начинал читать на эти книги? Ну вот в Задовом Круге так получается, что на сегодняшний наш прессорный праздник попадает чтение 2 Коринфянам, 11 глава 5, с 5 по 21 стих. У меня два главных стиха. Первое, всегда говорю, что Слово Божие живо и действенно. Сделать его говорящим для нас. Не книга на полочке стоящая, а чтобы любое слово, которое ты прочитал, ты понял, усвоил, как говорит Антон Таус, присвоил. Это мне говорит Господь. Это апостол Павел конкретно послал послание ко мне. И ты говоришь, это ко мне. Не как сектанты. Скажешь, почему женщина у вас вдруг как? Так это к Коринфянам Павел говорил. Если скажешь, почему без подхода, это к Коринфянам. Тогда вообще ничего нет. Задовок говорит, я зову буквы. Я говорю, честочки без внимания не оставляю. Двух, который все на месте поставил. И притом исследовать надо тщательно. Я занимаюсь этим исследованием, нахожу в Священном Писании, что на эту тему говорили пророки. Что наш Бог и Его рассказать нам хочет сегодня сущей вовеки? Вот моя задача. А вы молитесь, вот 7 минут это разогрев у нас перед богослужением. Полное молчание. От всего отвлечься. Закрой глаза. Углубись во внутренний мир, Господи. Чтобы я не в темноту проваливался, заглядывая в себя, а видел свет веры, которую ты даровал мне. У Коринфянам сложилась тревожная обстановка. У верующих Павла они отвергли его. Они стали смотреть с высокомерием, нашлись новые учителя. Но эти учителя они не безмерно делали, а они питались от них. И апостол Павел, доведенный ими до стадии похвальбы себе и говорит, в безумии говорю я больше. Потому что хвалиться не полезно. Это единственное послание, где он выстраивает в ряд, что он сделал. Хочи и претерпел скорбой, печалью для того, чтобы Слово Божие распространить. Я не сидел в епархии, я не сидел в Синове, я переходил с одного селения к другому в опасностях на дорогах, в опасностях от разбойников, в опасностях от лжебрадей, в непрерывной опасности. В глубине морской пробыл путешествия, когда на крушениях он все перечисляет. В безумии говорю я больше не подходился. Под ударами и в низках. Ну кто может этим похвалиться? Я этим не мог похвалиться ни один человек на земле. Если Петру верен Рим, Марк в Александре, как говорит Иоанн Златоусты, пал уверенностью Вселенной и порушая его корабля, жизненно надувая дух святой. И вот он говорит такие слова. Простите мне. У меня вина перед вами есть, конечно. Он насмехается, он юранизировал, он не старообрядец был. У него много юмора было. Что я безбедно проповедовал вам Евангелие Божие. Что я не брал с вас что-то новое. Неведанный, неведанный до этого элемент вносится в церковь. Непрерывная, непрестанная проповедь и благовестия. Да, священники должны жить. И жить не заботясь о хозяйстве, о благородии. Он может ни один год не сажать картошку, он никогда. Введенная божественная святая десятина. Десятая часть всего, что приобретаешь, пенсия, стипендия с огорода, варенье. И все должны отдать на церковь священнослужителям. А в Израиле двенадцать колен. Двенадцатое колено не получило удела. Вы пока здесь, в конце Библии посмотрите. Колено, да, на воюде, на территорию какая. Колено ливийное, вы нигде не найдете. Бог не дал вам земли. Для городов жить будет, где. Копайтесь в Священном Писании, вот вам земля. Затевайте его. Вот Пасха ваша, остальные одиннадцать колен и свое не забывайте. Вот ваш удел, вот ваша земля. А вы приносите. Если у нас есть сто рублей, у каждого заработанных, то десятая сейчас это десятка. А если мы отдадим одиннадцать колен, то у священник, он мне остается девяносто рублей. А мы отдали по десятке, а у него сто десять. Заметьте, насколько он выше нас живет. Ну, не на множество. Израиль понимал и, говорит, принесли груды и груды мешать у них, чтобы священники не имели нужды, ибо ни один воин не служит на своем содержании. Но они получали десятину за то, что они к левину к колену относятся. Не за проповедь. А теперь апостол Павел говорит, мы живем от благовестия. В Израиле этого не было. Если брать по полной шкале, то сегодня десятину могут получать и должны получать только проповедники. Согласно Нового Завета. Согласно Нового Завета, каждый священник, дьякон, служитель, сейчас должен быть проповедник. Что мы здесь находим? Апостол Павел, как бы скользко рассматривать, кого вы вместо меня приняли. Ну, посмотрите на них. Простите, мы так к вам и обращаться не можем. Они бьют вас в лицо. Они опирают вас. Таковы он же апостол, лукавые дети. Деете же, делайте. Я сказал, смотрите, в чем он их обвиняет. Почему они лукавые делают или нет проповеди, нет приобретения. Он их обвиняет не за ельц. Когда мы читаем учение 12 апостолов, его считают апостоликом, мы его печатаем среди творений древних святых отцов, называемой Видаши. И вот интересно, когда первый раз считаешь, ты думаешь, что невысокий уровень был. А выходит, ничего нового не было. Как они определяли истинный правок или неистинный? Хотели бродячие проповедники. С места на место приходят, их принимают. Открывали домы. Они пьют, едят день, два, три недели, лежать ничего не делают. И тогда бери правила. День, два проповедник, третий день лже-проповедник. День, два учитель, если дальше остается лжеучитель. Если просит на дорогу хлеба, в котором дайте ему это настоящее право. Если просит денег, гоните его это уже право. То есть все стали определять деньгами и карманами. Прямо бери в учение 12 апостолов. Ну, я не знаю, а, когда этого материала, но во втором веке он уже был. Так что на него иногда ссылаются. Определение шло как от того, что человек требовал от своей пасты. Таковы лукавые дела, или он говорит. Я хотел рассмотреть, что значит безмерзно проповедовал. Хотя хвост Павел и говорит о том, что должны жить. Но сам он не брал. Почему? Не брал со своей пасты. Я, говорит, трудился у вас день и ночь с твоими руками, чтобы кому-нибудь не быть в тягость. Это награда моя перед Богом. Он шагнул выше требований закона. Он взял по высшей шкале еще выше. Я все делаю безмерзно. Сколько требований те, непонятно. Но на всяком случае, в детстве Павла никто не мог сравниться. В первом послании к Коринфянам, 9 глава, 18 стих, он говорит так. О том, чтобы они его просили. И говорит, простите, что я благовествую вам о Христе безмерзно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Властью не в том, что ты к Невиную колену относишься, это законная власть была властью в благовествовании. Положая руку на сердце, если перед нами стояли сегодня все двадцать тысяч священнослужителей патриархии, вы бы сказали, кто из вас имеет право утром садиться за стол, пользуясь тем, что Бог вам дал через вашу пасху за благовествование, за проповедь. Вы же с головы умрете, не говоря о том, чтобы уточнять себя сверхмерой. Человек, трудящийся, достоин пропитания. Слово даром Бог отвергает и присваивает себе. Вы все рассчитываетесь точно, что вам кто помог. Кого не позовешь, что не ехали никак, и делай себя, счетовая ставка, сколько работал. Этот специалист с инструментом пришел ко мне портить, я должен все это учитывать за амортизацию, сколько ты потратил. В Бытие 29 глава 15 стих, это о далекой древности, мы читаем, как Лаван принял Иакова и говорит, неужели ты будешь служить мне даром? Слово даром первые встречаются. То есть это было необычным. А сегодня даром не уплачивать пенсии, с горами шахтеры не получают. Такие люди, которые не платят, в священном писании их называют кровопивцы. Запомните это слово. Страшное слово. Это кровопивцы. Начальники, сейчас прокуратура начинает помолеть, потеребить. Большое начальство. Депутаты, которые лишнее получают, это кровопивцы, это туда деньги у них уходят. Поэтому не надо бояться этого слова. Священное писание говорит так, кто не платит плату, тот кровопивец. Как мы считаем в священном писании? Люди вышли из Египта. Игорь чисел 11 глава 5 стих. И они стали вспоминать, как там живут. Все это обрано для нас. Некоторые были в мире, имели должность и пришли сейчас. А что я потерять не имею? И начинают перечислять. Что же ты имеешь, ты, может, нигде не будешь иметь? Такая открытость. С нами все время пастырь. Если ты думаешь, что у нас обычно, как везде, я напомню тебе. Ты спроси, кто из прихожан обыкновенных храмов, вместо сепископом сидел за одним столом. Ты засмеешься и скажешь, а что это особенного? А это означает близость. Близость, когда Христос говорит, и буду вечерить с ним, и он со мною. Кто отворен в дверь и войдет, это знак особой близости. И, конечно, даже один удостоился на груди воздержать. И предстал им, когда они были на вечере. С нами наш епископ всегда рядом. Ты это больше нигде не увидишь. Чтобы священник каждое богослужение заканчивал выходом на улицу и решал все вопросы, ты этого тоже не найдешь. Люди уходят и к священнику подойти не могут. Я дал вопросы не задать. Ты ничего не понял, находясь здесь. А люди, вышедшие из этого Египта и из грехов, начинают вспоминать, а вот мы жили, а у нас все было, как сейчас, бесплатное образование, бесплатная медицина. С чего вы вспоминаете свой чеснок? Лук, дыни, которые ели в Египте. Вот они все вспоминают. И с чем это кончилось? А ведь, выходит, не оценили, что имели с Моисеем. И ни один не вошел в обетованную землю. Бог нашел, где поставить их перед препятствием. Все ушли в песок. Забудьте про это чеснок, лук репчатый, который ели в Египте. Вспомните, что вы имели здесь. Да, пустынное место. Мы очень похожи на этот Израиль. Надо оценить. В первой книге по Ролепоменон, 21 глава, 24 стих, дается образец того, что милостыню подавать нужно из того, что ты заработал своими руками. Что у тебя в кармане было. Чем ты запросил? А иногда ты обладаешь, милостынь, на, подай. Поехал, на, подай милостыню. Святые отвечают. Не имею, а обычая подавать чужое. Нужно свое заработать. И когда орденок предложил даром гумно, чтобы принес Давид жертву, Давид отказался. Да не будет того, чтобы я стал приносить жертву Господу Богу за чужой счет. Да не будет этого. Заработай, удиви десятину. Десятина намерку принадлежит храму священнослужителям. Вторая десятина принадлежит, как говорит Давид, книга 1 глава 8 стих, то, что на построение и прочее. И третье, это от сердца на нуждающихся. Это милостыня, о которой так много говорили святые отцы. Даже дьявол знает, что даром люди ничего не делают. И когда он предстал перед Богом, Ио 1-9, и говорит, разве даром Богобаянен Ио? То есть он стал подозревать, что он потому хороший такой, что Бог оградил его. Мы не потому верим в Бога, что Бог нас оградил потеряйки, что нет пожара, воронства, все своих. А потому что мы услышали Слово Божие, как благ Бог, как Он добр, как Он нас любит. И как хорошо быть Богом. Быть Божим, сверкнув на этом небосклоне, жизнью, потеряя в основе, исчезнет навсегда. Но все-таки попытка была сделана, и мы показали, что находясь в православии, можно вернуться не только мысленно, а в деле, попытаться вернуться к первоапостольской жизни во Христе, когда все единые со священнослужителем и сепископом составляют единое тело, неразделённое. Когда проповедь на русском языке звучит. Когда Господь позволяет нам в еврейские тексты считать повешенные на стенах. Когда Библия на русском языке лежит здесь. Сегодня, смотря на нас, секторцы ничего не могут сказать, чем они вышли даже внешне. Но мы им покажем, что мы церковь. Главное, мы тот избранный из Рави. А они отщепился, они не знают Бога. Перед нами стоит великая миссия показать миру любовь Божию и высоту православия. Пророк Иеремия укоряет людей, которые не платят. Хотят, чтобы на них работали даром. Гори тем, кто заставляет работать с человека даром. Мне интересует потеряю. Хорошо ли вы, как фермер, платите тел, кто работает на вас? Кто вам нанимается копать колодец? По полной программе платите, а он подвергает смертельной опасности свою жизнь. С таким трудом это даётся всё. И я подумал, может быть, единственный, кто совсем не платит, это я. В лагере работают у меня воспитатели бесплатные. Да, они питаются. Я к себе в первую очередь отношу. Что мы накопаем, везём в город, стараемся на зиму. Но это волонтёры, добровольцы. Я говорю, что за рубежом детские ноги обслуживаются не за платой, а берут отпуска и работают бесплатно. Так и называются волонтёры. Это бывшая ставка, там кто-то, руководители их. Поэтому кто помогает, да, я не знаю, где нам рассчитывать нечем. Я получаю минимальную пенсию, там, 1600 рублей. Работаем только для славы Божией. Евангелист Макфеев в 10 главе 8 стихом говорит о том, что даром, получили даром давайте. Речь идёт о благодати, которой стали торговать, о симонии, когда за рукоположение стали платить деньги епископам. Видимо, и епископы кому-то платили за то, чтобы их поставили, потому что мирские власти стали участвовать в поставлении епископов. Здесь плата намертво закрещена. Даром означает не за одно таинство, не за крещение, а симония самая настоящая. А что, ну, патриарх Алексеев сейчас просто криком кричит, он ничего не может сделать. Даже рядом с ним, везде-всюду, стали убирать ценники за крещение. Ну, добровольно. Жертвы сколько? А сколько добровольно? Ну, 300 рублей у нас было. Ну, по-другому-то их меняют, берут. Закрещастия не берут. Это там за вызов, по-другими названиями будут. За отпевание, за все абсолютно клады, цельники беседы. Это самая настоящая симония, которая проплата Святыми Соборами, взята по донатому. По милости Божией, наша община отвечает за других тем, что у нас намертво из триггена всяческая торговля авторами, не за какие таинства нигде священник ни разу не брал и не возьмет. Мы ввели Божественную, Святую, Вечную Десятину. И этого вполне достаточно, чтобы священник наш не был нищим, чтобы было хорошее одеяние храмовое, чтобы храм содержать в порядке. В послании к римлянам 3 глава апостола Павла говорит так, что мы даром получаем только от Бога все, получаем оправдание даром. Не за то, что мы хорошие, не за то, что много заплатили, принесли в храм, а потому что Бог нас любит. Господь посылает на землю Сына Своего Иисуса Христа, который убирает за нас, проливает кровь Свою даром. Все, что он дает нам Господь даром, апостол Павел говорит в послании к христианам. Во втором послании к Писанетистам 3 глава 8 стих апостол Павел дает образец того, как мы должны ездить в гости. Приехал в гости, один день гостя. Вот согласно не дать ей. Уже второй день начинает искать, где чем помочь. Если ты лег, где провести. Если ты ничего не можешь, где тяпка дайте, я пойду. Павел говорит, мы ни у кого не ели хлеба даром. У меня были такие друзья, что дома меня нет, они приехали здесь потерять. Никого дома не заперти. Они сразу пошли на швятятку богатую. Я прихожу, а у меня в огороде полно гостей, уже все тяпают. Видите, заросшие. Нужно искать таких друзей, которые подчиняются указаниям Священного Писания. Апостол Павел, если к нам сейчас пришел, два дня, это апостол, он знает. Стояли вам в первый день, Боже начал просить, кому чем помочь. То есть все время держите у себя это в памяти. Где и как я могу применить свои таланты, где буду находиться. В Откровении 21 глава 6 стих и 22 глава 17 стих говорится о любимом нашем Иисусе Христе, который призывает всех, жаждущих, придите и берите воду в жизни даром. Даром это Дух Святой по любви сходит. Даром дает он нам толкование святых отцов, решение Вселенских соборов, Священное Писание дели и читай. Но далее апостол Павел говорит о лжепророках. Я чуть коснусь только. Таковы лжепучителя, которые лукавые делатели. Почему они оказались в церкви? И в певы ли они возникли в церкви? Слово Божье говорит нет. А они были под другими именами в Израиле? Книга в плаче Иеремии, 4 глава 13 стих говорится о рассуждении сокрушенного человека после поражения, разброма Израиля. Он стал искать причину. Почему рассыпалось такое государство? Сейчас ищут, вот виноват. Тот, другой, я говорю, самые виновные на земле это священники. Так говорит Библия. Самые виновные руководители народа. А простой народ он не знает. И вот Иеремия, этот пророк, в скорби и печали, говорит так. Все это за грехи кого? Лжев пророков. Из-за беззакония священников постигла Иерария. Это за грехи учителей сегодня. Истинного призыва к покаянию нет. Заканчивается богослужение, священник только скажет про Барнауле, Собор, Пилу, где находится епископ. Ну, ангела вам, хранителя. Это уже много сказал. А то и вообще никак. До свидания. И в конце еще скажет. Не забывайте, саркаус подавайте там три киоска. Был один сейчас, три у нас. Не забывайте там, вытряхайте карманы свои. Не забывайте, без нас и в Царствие Божие не попадете. А можно мы сказать так. Мы затворили для вас Царство Небесное. Сами туда не войдем. И вам будет закрыли. То, что скрыли, Слово Божие. Задолобно говорит, если ты ничего не научился в храме, ты напрасно здесь был. В храме все должно быть получающим. Чтобы, выходя отсюда, мы буквально сплетелись с накалом желания донести Слово Божие до людей. Евангелист в Москве, 7 глава 15 стих, говорит, берегите лже-пророков, которые приходят в одежды овечья, а внутри суть волки хищная. Так сходится с сегодняшним текстом. Волки хищные терзали, брали, а не дали для того, ничего, чтобы овса была сытой. И я подумал, Израиль платил десятину. У священника немного больше. Как это по потеряйке проверить? Если вы это знаете, я скажу вам коэффициент, заготовьте сено. Одна корова равняется единице. Это, допустим, сантиметр. Овечка 0,1. В десять овечек одна корова равняется по запасам. Ну, такой же стандарт государственный. А лошадь 1,1. Я подумал, если об этом, наверное, человек просто волом овется, то священник, как лошадь. А неоскорбительно? Ничуть. Песня Петей говорит, я тебя уподобил кобылице, в колеснице моей. То есть он чувствует движение. Чуть-то как в консполитнице сел хозяин, тронул лаванжой, она несется, знает, куда нести его. Так священник должен тонко улавлять билетие Духа Святого. Что это скажет Господь? Потому что на него 1,2 отпущено. Я просто сам до этого захожу. Может быть, это надумано, но очень близко к этому. Матвеле 24, глава 11, говорит, многие лже-провоки восстанут и третят многих. Дается предупреждение с сегодняшним апостольским очтением. Нам, православным, не Боже, совершенно неприемлемо слушать все, что расходится с толкованием святых отцов. Когда меня спрашивают, что самое ценное вы находитесь в православии? Самое-самое. Ну, то, что упущение, это мы не берем. Самое ценное православие это наша иерархия. Законность рукоположения. И второе, это толкование святых отцов. Нам не надо ни одного местописания придумывать, как его понимать. Открывать святого Закоуста, блаженному Телак, и все стоит на месте. Не надо, этого вполне достаточно. Евангелист Лукашев, глава 26 стих, говорит так, горе вам, это все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лже-пророками отцы их. Вот кто такие лже-пророки. Они любят, чтобы их не задевали, чтобы им не сказали правду. Правда состоит в том, чтобы мы, используя опыт, который перед нами прошли, люди накопили, ему в нашей жизни употребить. В втором послании Петр, вторая глава, первый стих, поясняют, были и лже-пророки в народе, как и у вас будут лже-учителя, которые ведут павловные ереси. Все, больше ничего не надо. Предупреждение есть. Ко всему, что мы слышим, новое должно относиться очень осторожно. А где это было? А как святые к этому относились? Что говорит об этом Святая Библия? Евангелист Иран, любимый ученик Христа, 4 глава, 1 стих, в первом послании говорит, много лже-пророков появились в мире и не всякому духу вертия. Вот апостол Павел о них и предупреждает. И об этом же говорится в Откровении трижды. И о погибели лже-пророках. Откровения 16, 13, 19, 20, и 20, 10. Далее о лже-учителях Исаия 9, 15. Кто такие лже-учителя? В первую очередь они любят красоваться одеждами, быть во главе, чтобы их почитали и обращались. Учитель, Учитель. Вот нравилось им это. И пророк Исаии говорит, царица знатный, это голова. А лже-пророк и лже-учитель есть хвост. Андрей Тесарийский говорит, что хвостом сжалит Скорпион. И лже-учителях. Сектанты все это Скорпионы. Они сначала привижны, даром обещают что-то, а потом уязвить себя лживым учением. В третьей книге Исаии 22, 22, говорится, как они проходят эту школу. А они все одержимы духом лжи, который Бог попустил, чтобы вошел в их уста. Поэтому так много их всех сегодня научим. И дух лжи вошел в уста. И они стали говорить ложь. об лжи учителях сломопелец Давид говорит шесть раз, а премудрый сын его тринадцатый раз. И в 10-й главе 17-й стих говорит так, кто скрывает ненависть, у того устал живые. И вот я заметил, надменно проявляется у тех, которые думают покинуть наше место. Вот которые уходили люди. Ходил вроде нормально, говорил, но как это почувствовать, что уже все остаются. Это все, которые были. Столько надмения, с таким предрением к священнику, ко всему, что здесь относятся. И Писание говорит, кто скрывает ненависть, устал того лживые. То есть он всерьез скрывает в себе ненависть, а потом в конце выплетает. Это не все было. И кто разглашает кривитор, тот не спасется. Это все входит в арсенал лжи учителей. И сегодняшнее небольшое апостольское чтение научает нас Господь, молиться, иметь истинных учителей Святой православной Церкви. Аминь.